Субтитры создавал DimaTorzok Ты можешь заполучить все, что угодно, если достаточно сильно этого желаешь. Ты можешь стать кем угодно и достичь всего, что захотел, если будешь придерживаться своего пути, не отвлекаясь ни на что. Его рост 1 метр 73 сантиметра. Его вес 65,8 килограмма. Из клуба в Дублине, Ирландия. Конор Макгрегор. Субтитры создавал DimaTorzok Однозначно, я куплю себе машину. Хорошую какую-нибудь. Еще на прошлой неделе я сидел на социальном пособии. Теперь я в UFC и, наверное, могу сказать им, пошли вы. Невероятное выступление, поздравляю. Спасибо. Дана, бонус в 60 штук мой. ММА – это самый быстро развивающийся спорт в мире, который сочетает в себе все виды боевых единоборств. UFC – крупнейшая организация ММА и является одной из самых доходных спортивных организаций в мире. Не знаю. Возможно, ирландцы понимают бой лучше, чем другие. Молодые парни хотят носить одежду с символикой их страны. Или их любимой команды. Это символ их веры. И эти перчатки UFC – это мой символ веры. Я первый ирландец, надевший их по праву. Никто не отберет их у меня. При всем уважении. Но мне плевать на все остальное и всех остальных. Я ничего, кроме этого, не знаю. Честно, когда я говорю о чем-то стороннем, можете не слушать. Я просто несу всякое дерьмо. Но когда я говорю об этом, о честном поединке, о человеческой анатомии, о том, как работает человеческое тело, вот тогда и внимайте мне. Я профессиональный боец ММА с рекордом 4 победы и 1 поражение. Я перспективный боец, и без сомнения вы увидите меня в UFC в ближайшем будущем. После первой победы в UFC, одержанной нокаутом за 67 секунд, Конор Макгрегор попытается пробиться в высшую лигу. Долго ждали, чтобы заснять приезд. Через два месяца Макгрегор дебютирует в США. Как ты? В порядке? После взятия захвата, когда ваша нога рядом с его, вступаем не туда, а сюда. Он всегда говорил, что хочет быть в UFC, чтобы все вызывали его, а также, чтобы представлять Ирландию там. Он всегда тренировался не чтобы быть лучшим в Дубнине, а чтобы быть чемпионом в UFC. Не бойцом в UFC, а чемпионом в UFC. Я всегда видел не только возможность, но и неизмежность того, что он доберется до этого уровня. Причем с шумихой. Это только начало. Частично это спорт, но также частично это и шоу. Нужно найти правильный баланс между тренировкой и раскруткой, потому что нужно делать и то, и то. Он пришел и заставил меня переворачивать покрышку, которую я никогда не переворачивал. Я этим даже не занимаюсь. Теперь меня все будут видеть в переворачивающем покрышке. Здесь все и происходит. Чемпионы куются в зале. Когда за тобой в клетке закрываются двери, неважно, кто лучше в простите, кто больше отжимается или приседает. Тут главное не бег по утрам, а спарринги в зале, поэтому я буду спарринковать по 10 раундов, несмотря ни на что. Последняя новость. Крупная ТВ-сеть BT Sport, может они и меня подключат, раз такое дело? BT Sport подписала контракт с UFC. Это значит, что ирландские фанаты смогут увидеть мой бой 17 августа в Бостоне, и остальные мои бои на моем пути к становлению первым ирландским чемпионом. Круто, да? Во время своей подготовки к бою в Бостоне, Конор должен совмещать тренировки с раскруткой боя, причем по обе стороны океана. Конор, что хотел? Что такое лосьон для тела? Это увлажнитель такой. Его во время или после душа используют? После. Эта кепка у меня от деда, который привил мне интерес к боевому спорту. Он умер и оставил несколько вещей. Одной из них была эта кепка. Он их всегда носил. Вот этой уже 10 лет. И она всегда со мной. Я хочу знать, чего от тебя ждут, потому что там жесткие требования к раскрутке. Это говорится в контракте. А ты его читал? Я прочитал. Сколько мне заплатят? Я тут подумал насчет перелета. Может полететь в Канаду восьмого, а потом остановиться в Вегасе на неделю и потренироваться, потому что будем много путешествовать. Ой, ё, мы едем в Вегас. Как мальчишник в Вегасе, часть четвертая. Ну все. Увидимся завтра. Мы решили поехать в Вегас в последнюю минуту. Канада и затем в Вегас. Посмотрим, что выйдет. Тренироваться не тяжело. Тренироваться я люблю. Тренировки – это отлично. А вот держать диету нелегко. Это три недели перед каждым боем. А в году три боя. Значит, это девять нелегких недель в году. Это неплохая жизнь, если подумать. Не знаю, откуда у него талант. В семье не было отличных боксеров или бойцов. Могу сказать, что со стороны МакГрегоров мы были разбойниками в горах Шотландии. Поэтому бой в нашей крови. Но его бойцовский талант явно не от меня. Давайте уже на кухню. Посмотрите-ка. Она целилась прямо в мою переносицу. Я пытался так же сделать, но не могу. Ты можешь обратное движение? Да, я могу вот так. Это как движение из КПЛ. Я уезжаю через три дня в Бегас. Точнее, заедем в конце. Да ладно, в Канаду, а потом в Вегас. Сначала они сказали, что сначала в Белфаст. А зачем тащиться в Белфаст до Вегаса? Вот и я о том же. И они такие, ой, извините. Не в Белфаст, мы имели в виду в Канаду. Я, конечно, вовнусь за него. Но я вижу, как он выкладывается на тренировках. Поэтому у его противников нет шансов. Он не может проиграть. По крайней мере, в моих глазах. Определенно нет. Конор шел на тренировку, а я отправлялась на работу. Мы возвращались домой поздно вечером. Слушали музыку и мечтали о будущем. И сейчас мечта сбывается. Это прекрасно. Если ограничивать свои стремления только тем, что видится достижимым и разумным, то ты отстраняешь себя от того, чего ты по-настоящему жаждешь. И остается лишь наносное. Правильное дерьмо. Конор и Джон отправляются в Лас-Вегас, чтобы хорошо потренироваться и начать раскрутку боя к дебюту в США. Знаешь Джерри Магуайра? Нахер его. Вот настоящий Джерри Магуайр. Я ценю это сравнение. Хочется кое-что с тобой обсудить. Когда ты достигаешь чего-то здесь, все становятся твоими друзьями. Но они не скажут тебе правды. Иногда это искажает твой собственный взгляд на саму себя и реальность. И когда такое происходит, это печально. Спортсмены меняются. Как по щелчку. Так и как у тебя дела в последнее время? Да, людям становится комфортно. Но что хорошо для меня, я никогда не бываю в зоне комфорта. Целая нация за моими плечами. Дана и другие парни уверены во мне. Вот какой боец приезжает в Вегас и тусуется с боссом, проводя всего один бой в Прелиму. Такого не бывает. Но я знаю, что это ничего не значит. В конце концов, это бизнес. Я буду рувить этим городом однажды. Вот что у меня на уме. Все, что у меня на уме. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Добрый день. Король Лас-Вега Садана Вайт с королем Дублина Коннора МакГрегора О черт, крутая тачка Я считаю, что у него есть потенциал стать суперзвездой не только в Ирландии, но и в мире В прошлом многие великие бойцы были уроженцами Ирландии и у него есть возможность стать одним из них Офигенно. Вот эта тоже хороша Вот на этой ты выглядишь счастлива. Нахер такое Моя борода неплохо получается А ты хотел ее подровнять Интересно, какой пушистой она может стать? Одна минута, дорабатывайте Выиграйте раунд Будьте внимательны Сейчас 4 недели до следующего боя Коннора с Максом Холлоуэй Коннор непривычен к движению своих партнеров здесь И в бою, конечно, ему будет непривычно движение его противника Таким образом, тренировки в новом месте учат тебя адаптироваться очень быстро к новым движениям Сейчас все идет как запланировано Так что еще одна тренировка завтра И мы возвращаемся в Ирландию Я специально не ищу только людей Которые выглядят или дерутся, как мой противник Я спаренгую со всеми, кто есть Что хорошо в грэплинге, можно работать в полную силу Потому что нужно просто постучать и все Никто не хочет травмироваться на тренировке С другой стороны, в стойке нужно быть аккуратнее Потому что ты не хочешь нокаутировать человека И вывести его из тренировок на долгую грим Так что грэплинг гораздо безопаснее Спасибо, я ценю это Тебе спасибо Как зовут? Джейсон Приятно познакомиться, Джейсон Каждые 2-3 месяца я путешествую И я стараюсь выбираться при малейшей возможности Кое-что о Конноре Он единственный полурегковес UFC, финишировавший все свои бои У него 12 побед нокаутами 9 из них против ранее ненокаутированных бойцов С победой над Холловем Он выиграет десятый бой подряд У тебя невероятные перспективы Ты хорош и с микрофоном и в октагоне Люди тяготеют к тебе Я возвращаюсь в солнечный дубль Скоро я увижу свою девушку Собаку Семью И конечно продолжу тренироваться Вернусь к парням в зал И буду тяжело трудиться Чтобы закончить подготовку к бою 17 августа Так как нужно согнать вес И быть готовым Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы либо можете меня любить Либо ненавидеть Вы или хотите видеть Как я надираю кому-нибудь задницу Или как надерут задницу мне Но вы хотите это видеть Субтитры сделал DimaTorzok Я жду того момента Когда стану стар И смогу есть все, что захочу Чтобы стать жирным И я буду маленьким счастливым жирдяем Нагловатость и налет звездности Всегда у него были Ты видишь разницу между тогда и сейчас? Да не особенно Он такой же, каким был всегда Он просто сделал шаг вперед В этом направлении Да, он сделал шаг вперед в этом Но эта звездность у него в крови И ему нравится внимание Это хорошо Ведь он знает, как нужно обыгрывать это дело Я очень расстраивалась, когда Тони и Коннор ссорились из-за боев Тони говорил Коннору, что это ненормальная работа Ну и тому подобное Как-то они поругались Я очень расстроилась из-за этого И тогда Тони сказал Что сходит на бой Коннора И после этого он смирился Если он каждый день будет доказывать мне Что я был неправ насчет него То я как отец буду счастлив принять это Ведь это несравнимо Лучше, чем если он хоть раз сам будет неправ И примет неправильное решение в своей жизни Так что у меня нет с этим никаких проблем Привет, как оно? Ты где? Я уже на шоссе Доглянусь, что через 5 минут буду на шоссе Почему, радио не работает? Да, оно сломалось Я в гараж Я в гараж Я в Луган Я сейчас запасной чемпион мира Как бы чем в межсезонье То есть пока не чемпион Но осталось только получить поезд подтверждения Смотри, мы увидели это в магазине Нокаут Мухаммеда Али против Сони Листона Первый бой Это 3D картина Снимай пленку, посмотрим как смотрится Видишь трехмерность? Он там что, мертв? Этот или вот этот? Воротник поднять или опустить? Я все еще новичок во вставлянии этой фигни Но я освоюсь Кто там? Это снова я Заберу картину А то хочу кое-кому показать Какую картину? Да тут с Мухаммедом Али и Сони Листоном Таких не найдешь в продаже Да, классная Причем мы ее купили в самом неочевидном месте В садовом центре Бывает же Очки надеть? Не слишком ли? Что думаешь? Не надо очков Обычно говорят, что это уже слишком А ей норм Если говорят, что это слишком То ты идешь в правильном направлении Именно так Что-то мы перебарщиваем Это даже не мои крестины Костюмчик Очки Съемочная команда Наверное, это многовато Но похрен Ты не хотела, чтобы я с собой их приводил Но они напросились И затем он поворачивается ко мне и говорит Добро пожаловать в Бегас, Конно Это было офигенно Я там все время был занят Ни минуты покоя Пока не полетел обратно домой Да это же Коннор Макгрегор Мы тебя любим Ты молодец Бойцу не нужна медленная закачка Такие мышцы нефункциональны Это одна показуха И не нужно бойцу Бойцу не нужны большие руки Ему нужны быстрые и взрывные руки При определенных тренировках с отягощениями растет твой собственный вес И ты не уложишь себе совуху Поэтому мы пытаемся сделать его в общем сильнее и быстрее без набора веса Он уже и так очень быстр, поэтому мы пытаемся добавить силы Классная картина Тебе бы стилиста нанять Я сам себя одеваю Не для тебя Послал бы его ко мне Чтобы он надо мной поработал С тренировками и всем остальным идет нормально? Ага Щечку не поцелуешь? Слушай, у тебя ручки случайно с собой нет? Чтобы улучшить дикцию для публичных выступлений Можно вот так закусить ручку Говорить становится тяжелее и язык сильнее напрягается И когда вытаскиваешь ручку, то разговариваешь уже четче Да нахрен, короче И это работает Когда я говорю, слова произносятся более четко Я просто счастлив здесь находиться И представлять Ирландию в ММА и крупнейшей организацией UFC Я не особо думаю о всяком основном Я всецело посвящен своему делу Твоя настоящая страсть Должна ощущаться как дыхание Настолько это естественно Угадай, кто это сказал? Опра Уинфри Две недели до боя Допустар usually Давай поэтому Тот unexplained Помогите Редактор субтитров Откру Девять раундов настоящего ада. Каждый раунд новый партнер. Пробовали когда-нибудь такое? Это непросто. Я до смерти устал. Он настоящий зверь. Здесь никто не работает слегонца. Здесь все хотят победить с первого раунда и до самого конца. Я единственный здесь, кто смог в данном моменту нормально заработать. Остальные пока что на грани разорения. Так что я хочу провести их за собой. Но им нужно доказать, что они готовы к этому. Причем им нужно доказать это не кому-то, а самим себе. Таковы правила. Ты доказываешь себе что-то не на три недели и не на восемь. Это остается с тобой на всю жизнь. Экспериментировать. Быть креативным. Вот о чем это. Делать всякое ранее невиданное дерьмо. Вот он, тяжелый труд. Покажи погруппнее. Он всегда был таким? Да, всегда. Он родился с ручками вот здесь. И первое, что акушерка мне сказала, это то, что он будет бойцом. Он прижимал кулачки к лицу вот прямо так. Как жаль, что мы не сделали тогда фото после его рождения. Потому что он уже был готов к действию. Все готово. Следующая остановка в Бостон. Это важное событие. Увидимся, сынок. Я люблю тебя. Встретимся на той стороне. Свидимся на взвешивании. Я подерусь здесь на следующей неделе. С кем? Да, с каким-то парнем. Он американец? Гаварец. Ты победишь. Вот это по-братски. Ты это чувствуешь? Да, братан. Это знамение. В прошлый раз, когда меня высадили в аэропорту, я был на куске дерьма, а не машине. У меня не было с собой шматья и денег. В Швецию я вообще прилетел без бабла. Финансовая сторона сейчас серьезно изменилась. Популярность также неимоверно возросла. Это очень мотивирует меня. Довольно неплохо. И что там? Но если судить по этим весам и брать этот вес, то согнуть осталось 9 кило. Все должно быть в порядке. В плане сгонки он не делает такую чушь, как голодание и не обезвоживает себя. Он питается в достаточно обычном режиме, так что он не испытывает постоянного голода. Есть та часть работы, где ты работаешь в сале, и есть другая часть, где ты должен показать себя всему миру. Это как художник, рисующий прекрасные картины, но не показывающий их никому. Это его выставка. Умно я придумал. Что умно? Ну как художник рисует месяцами картины и потом проводит выставку. Это как выставка для бойца. Так что надо наслаждаться этим. Как художник садится и наблюдает за реакцией публики. Дайте-ка я расскажу вам кое-что о МакГрегоре. Крутой парень, без вопросов. У многих парней есть воля. У него 9 побед подряд. Он нокаутирует всех направо и налево. У многих есть атлетизм. Это главный бой вечера для людей, и он зажжет в эту субботу. Креативность. Но у него есть все три составляющие. Он зверюга. Ему будет не просто с Максом Колом. Он не проходной боится. Три дня до боя. Конор, мы знаем, что ты не боишься быть в центре внимания. Но нет ли у тебя чувства, что сейчас все столько говорят тебе, что если ты не выйдешь и не финишируешь бой за 25 секунд, то не оправдаешь надежд. Как ты воспринимаешь все это внимание? Я не особо переживаю за это. Есть две вещи, которые мне нравятся делать. Это хорошо выглядеть и надирать задницы. Сегодня я делаю первое, а в субботу я сделаю второе. Во время визита в Ирландию везде мне говорили про Конора МакГрегора. Сам я про него никогда не слышал до этого. Он пришел в UFC уже с хайпом за плечами. И это будет большой бой двух поднимающихся в рейтингах бойцов. Это будет отличный бой. Это ваша ночь. Страх. Он определенно испытывает страх. Он выглядит хорошим парнем. Он приятный малый. Но не думаю, что он захочет оставаться в клетке после первой минуты. Пареньок из Дублина познает мир. Как сказал Джон, нужно познавать новые места, изучать новые движения. Дегустировать и изучать недоборство. Понимаете? Жить. Освежает. Так я сбегаю от скучной реальности. Бои – это мое спасение. Тренировки позволяют избежать обыденности жизни. Ведь для меня бои и жизнь никак не пересекаются. Мои родственники не лезут в это. Они в этом ничего не понимают. И это то, что мне нужно. Я не хочу, чтобы эти части моей жизни перемешивались. Может быть, это странно, но мне так нравится. Чтобы достичь чего-то великого, мы должны не только действовать, но и мечтать. Не только планировать, но и верить. Взвешивание за день до боя. Продолжай смотреть вперед. Стряхни руки. Понабивай кулаки. Немного порастягивайся. Скоро закончим. Так что продолжай. Приопусти подбородок. В 145 фунтах. И его противник. Конор Макгрегор. Это фантастический путь, данные господа. Макс Половый и Конор Макгрегор. Конор выглядел устрашающе, а его противник даже не отреагировал. Конор действительно выглядел очень устрашающе. Скорее всего, завтра я не буду находить себе места от волнения. Определенно это будет. Сейчас я как спящий вулкан, а завтра будет извержение. Я буду рада, когда все закончится и я смогу поговорить с ним. Ведь сейчас с ним лучше не говорить. Ведь он не в настроении для разговоров и особенно со мной. Мистер Макгрегор, можно с вами сфотографироваться? Конечно, спасибо большое. Меня зовут Тони. Спасибо большое. Вам спасибо за поддержку. Вернуть флажок. Оставь себе. Я помашу им на турнире. Ночь перед боем. Отличный прием. Самое то. Обязательно попробуй. Потому что именно так он и делает. Он пытается давить головой. Классная штука. Причем попавшись, уже невозможно остановить себя. Именно это произойдет субботник. Увидимся на полу, приятель. И даже когда он отталкивает твою голову, он давит на тебя. Он делает вот так, да? Да. И это можно сконтрить. Он давит и... Он испытает этот прием на себе. Я его брошу. Так и будет, если он попробует это. Ключ к закону притяжения. Интересное дерьмо. Много хороших цитат, которые мне нравится читать. Постоянное повторение вселяет уверенность. Полезное дерьмо, разве нет? Это применимо к нашему делу. И я о том же. Эти книги полны полезного. Когда я читаю цитаты и подобные, я беру что-то из них и добавляю свое. Я говорю их своими словами, как я их вижу. Я говорю их своими словами, как я их вижу. День боя. 21-летний Макс Холловый уже в шестой раз выходит как-то глупо. Он очень техничен для своего возраста. Он из Ирландии. Провел всего один бой в UFC, а толпа на ногах встречает его. Я знаю, что это Бостон, и тут много ирландцев. Я вырос тут. Здесь обожают все ирландское. Но это все равно необычно. В нем есть что-то. Противнику легче, когда ты предсказуем. Когда ты повторяешь приемы, то тебя можно подловить. Но с Тонором ты не представляешь, какого черта он сейчас сотворит. Он вытворяет много необычного и постоянно расширяет арсенал. Он миксует бокс и мое тайт. Дамы и господа, бой пройдет три раунда в полу-лёвком бессе. Дамы и господа. Кики отлично проходят. Будь полегче и финти побольше. Давай, выруби его в последнем раунде. Еще воды. Ну, чуток можно. Чувствуй себя отлично. Ты прекрасно работаешь. Прижми его к клетке, пусть промахнется правой и дай ему слева. Бой подходит к концу, и Конор доминировал весь поединок над Максом Половым. Здесь, в Бостоне. Единогласным решением победил Конор Макгрегор. Не знаю, что сказать. Я хотел вести бой в стойке и нокаутировать его. Но во втором раунде, когда я был сверху, он поймал мою ногу и в неправильном положении у меня вывернулось колено в середине второй раунда. Я не рад, что не финишировал бой, но во втором раунде я получил травму и должен был импровизировать, адаптироваться и преодолеть это, так как в бою все может произойти. Конор, ты уникальный человек, и твой хайп вполне заслужен. Не дождусь следующего твоего боя. Конор Макгрегор, дамы и господа. Спасибо, Джон. Спасибо, Брон. Да все в порядке. Я порвал колено во втором раунде. Ты победил. Никогда не извиняйся за победу. Я хотел его финишировать. Я мог это сделать. Колено очень нестабильное. Оно выскочило, когда я проходил в контроль сбоку. И каждый раз, как я вставал, оно просто-напросто болталось. Поэтому мне пришлось изменить план и валить его на землю. Я такого не делаю, но для тебя смертельное оружие. Без проблем. Поздравляю. Для меня выступать здесь – большая честь. Это как выступать дома. Но мне плевать на все. Это как поражение для меня, честно говоря. Я хотел прикончить его и чувствовал, что способен для этого. Но в середине второго раунда повредил колено и не мог выбросить это из головы. Оглядываясь назад, я должен был просто оторвать свою ногу и забить его ею. Я стремлюсь финишировать противника. Я стремлюсь нанести удар любой частью своего тела. Любой конечностью бью на поражение. Вот что я делаю. Так что не знаю. Нахер это все. На следующий день. Как оно? Заходите. Это было невероятно. Никогда не чувствовал себя в бою так расслабленным. Я чувствовал себя отлично. Я мог бы провести так все 50 раундов. Также были ошибки. Несмотря на травмы, было много того, чего я мог бы сделать. Я жду своего возвращения. Я порвал связки вот здесь. Джон сказал, что это займет от 4 до 6 недель на восстановление. Так что это не так плохо. Здесь я почувствовал щелчок, но также я ощущаю жидкость вот тут и тут. Волнующе было, да? Я на самом деле сначала очень разволновалась. Но потом, по ходу, все волнение как рукой снял. На самом деле все так же, как всегда. Да, все перед боем было так же, как когда он дрался к маленьких шоу, когда мир ранее. Все точно так же. Точно так же. Те же эмоции. Тот же распорядок дня. Все те же действия, которые мы и раньше совершали. Но, конечно, видеть поначалу всех этих людей, переполняло эмоциями. Кепка все так же на месте. Все еще со мной. И я все еще зажигаю. Она со мной еще с самого начала моих тренировок. Мы не виделись с самого гора. Поздравляю. Как чувствуешь себя? Как колено? Нестабильно. Болит? Ну так. Не могу сгибать ногу. Потом будет видно, когда я сделаю рентген. Когда опухоль спадет, тогда я разберусь с врачами. Каково было выходить, видя все эти флаги? Это было великолепно. Я вас видел, когда посмотрел наверх при выходе. Да, мы были там. Ты нас слышал? Просто видел. Ты ни разу не был в опасности. Я даже не устал. Ты был отлично подготовлен. Фанатам очень нравились твои действия. Но финишировать его было бы замечательно. Пройдя МРТ, Конор узнал больше о своей травме. Ему предстоит 10 месяцев провести вне спорта из-за повреждения связок колена. Два месяца спустя, после боя в США. Все это время я был в Лос-Анджелесе, восстанавливаясь. Я возвращал рабочую форму. Сейчас я приехал домой на 2-3 недели. Сегодня мы отдохнем и отпразднуем. Встречу с родными и друзьями, которых я давно не видел. Данат виднул, что Конор Макгрегор в неделю на 10 месяцев порваны всевозможные связки колена. А теперь смотрите. Вот найдите кого-нибудь, кто меньше, чем через 8 недель после операции на передней христообразной связке колена сможет присесть так же глубоко. Я фрик. Я образец прогресса. Красивые, да? Специальный мешок для обуви. Теперь все серьезно. Смотрите, когда это произошло. Я прохожу его гард. Вообще, грубо говоря, я его уделал во всех аспектах. Посмотрите на его поведение. Он просто держится. Вот где я должен был оставаться. Потому что моя ступня там. И этой ногой я должен был оттянуть вот эту его ногу в колени. И я прошел бы его гард. Но я оттянул эту ногу назад. Как будто собирался двинуться вон туда. Охереть, как на это больно смотреть. Смотрите, куда нога уходит. Как же я мог такое допустить? С ума сойти. Давайте помедленнее. Вот здесь коленом выскочил. Ты можешь быть лучшим пикбоксером, борцом, грейплером, боксером. Но у меня будет ответ. Ответ на все. Ладно, нам пора. Пошли, оттянемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok